Помните, у нас было большое мероприятие 9 мая, где мы вместе находились, смотрели на ту ситуацию, ту обстановку, на наш музей. Появилась такая идея к 75-летию Победы сделать, благоустроить эту территорию. И, соответственно, вот с этой идеей мы ушли, начали разрабатывать, и у нас появилось такое предпроектное решение. В зале Ленина Снегиревского музея его руководство, представители администрации, члены общественной палаты и жители городского округа Истра. Последних, правда, немного, так что назвать встречу публичными слушаниями можно с большой натяжкой. Однако обсуждение все равно состоялось в центре внимания план проект благоустройства Парка Победы. Так теперь будут называть территорию мемориального комплекса. Итак, первый пункт презентации – расширение автомобильной стоянки до 97 парковочных мест. Будет устроена вот эта часть газона. Основной массив лесной мы не затрагиваем, вырубаем вот этот пустарник и заходим за эти деревья, если вы видите, там есть площадка. Это поможет разрешить транспортную проблему музея, однако его доступность для пешеходов также на текущий момент страдает. На дорожке от станции Снегири до мемориального комплекса планируют установить приборы освещения и тротуарное покрытие с карманами для лавочек. Значит, еще один актуальный вопрос – это ливневка. Вся часть танковой площадки, она заливается водой. Поэтому мы делаем дренажную трубу и выводим ливневку в сточную канаву, дренажную, которая идет по Волоколамскому шоссе. Также в проекте предусмотрена замена асфальтного покрытия, ведущей в деревню Ленина, дороги и установка тротуара вдоль нее. Появилась идея создания сценической площадки там, где она располагалась во время празднования Победы в этом году. Это связано с тем, что, по мнению руководства музея, проводить концерты у памятника сибирякам неправильно. Очень интересная работа пойдет по танковой площадке. Первое. Мы, наконец-таки, делаем постаменты под технику, потому что многие танки уже сели в грунт. Второе. Изменится концепция танковой площадки. Для того, чтобы исторически грамотно построить площадку, мы решили взять ее базой «Танк-тигр». И на враждующей стране «Танк-тигр», то есть на советской стране, мы выставляем технику, которая воевала. Допустим, если стоит «Тигр», значит, не должен стоять «Шерман», как сейчас стоит. Он не воевал с «Тигром». С ним воевал ИС-2, Т-34, позднее ИС-3, который появился. Далее по списку замена лавочек, установка нового ограждения, создание комфортных условий для молодоженов, логистика свадебного маршрута такова. От стоянки пара направляется к вечному огню, после чего вешает замок на дереве любви. И от свадебного дерева они выходят вот сюда. Почему? Потому что здесь будет создана как бы такая свадебная площадка. Есть хорошая идея поставить действительно скульптуру молодых под зонтиком, где неспокойно могут выпить шампанское, да, свое, которое они привезли, сесть на машины и покинуть территорию комплекса. Рядом со свадебной точкой будет еще одна мощенная площадка – зона торговли. Очень удобно. Торговля собралась, уехала, площадка осталась. Изменения не коснутся лишь зоны мемориального кладбища и территории, где расположен танк Т-34 на Волоколамском шоссе. Поскольку это памятники федерального значения, их реконструкция невозможна без отдельного плана и согласования. Что ж, проект поддержали все без исключения. Замечаний не было, зато прозвучали предложения. Например, сделать велосипедную дорожку и установить информационные таблички к танкам. Стоимость благоустройства по предварительным подсчетам составит чуть менее 116 миллионов рублей. Работа планируют завершить к 1 мая 2020 года. Полина Громова, Михаил Моралов, Истра-РФ.